В Сочи открылся международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Уже 14 лет он является главным культурным событием на курорте зимой. Над программой форума работали лучшие мастера своего жанра. Николай Цискоридзе, Ильдар Абдразаков, Марина Хередия. Вот не полный список звезд. Яна Кулешова знает, кто первым вышел на сочинскую сцену. Когда поступят благоприятные условия? Ну, это будет, ага, сегодня, ага, это будет, ага. В 7 часов. В 19 часов зимний театр. Время и место встречи неизменны, как и спектакль, открывающий зимний фестиваль искусств. С призывом не покидать свою планету, Константин Хабенский, Юрий Башмета и солисты Москвы обращаются к сочинскому зрителю уже в пятый раз. Когда она была маленьким зернышком, она же ничего не могла знать о других планетах. Сценарий знакомый. Спектакль поставлен по известному каждому ребенку произведению Антуана. «Де Сент-Экзюпери» и «Маленький принц». Однако каждый раз на помостах остается место для импровизации. Это же вообще такой экспериментальный формат. Поэтому я даже старалась, чтобы не смазать впечатления, не читать отзывы. Так что для меня будет такой сюрприз с погружением. На Константина Хабенского хотелось ходить еще в Москве, но не попадало. А здесь вот так удачно совпало. Спектакль всегда проходит с аншлагом. И только в этом году из-за пандемии коронавируса в зале пустуют 70% мест. А восторг на лицах зрителей скрывают защитные маски. В такое непростое время всевозможных препятствий проведения культурных мероприятий все-таки вам удалось организовать столь серьезное мероприятие, не говоря уже о культуре Кубани и России, но мирового масштаба, именно на территории Краснодарского края. Фестиваль искусств Юрия Башмета претендует на статус рекордсмена по количеству мировых премьер. Их сразу девять. В числе новинок музыкальные спектакли «Корабль влюбленных» и «Свидания в Москве», а также произведения британского и бельгийского композиторов Шарлотты Брей и Патрика де Клерка. В каждом фестивале рождаются новые произведения, которые звучат в мире впервые именно в Сочи. Хорошо, когда у нас звезды к нам приезжают и различные коллективы. А все-таки что останется в истории? Вот это произведение. Академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера и балет. Программа форума охватывает 11 дней, но по интенсивности рассчитана на месяцы. В Антракте гости фестиваля смогут совершить путешествие во времени и посетить Сочи конца 19-го, начала 20-го веков. В фойе Зимнего театра открылась выставка с символичным названием «Курортные истории». Здесь можно почитать старые газеты, посмотреть, как раньше выглядели здравницы и кто в них отдыхал, а также во что наряжались туристы. Соломенные шляпки, льняные костюмы и платья из часучи. В такой одежде можно было встретить трудящихся на улицах курортов 20-е годы прошлого столетия. Сегодня они находятся в частной коллекции. Женщины в это время и в теннис играют, и в гольф играют, и занимаются другими видами спорта, и вообще ведут очень активный образ жизни. Всегда в платье имеется либо плесеровка, либо в складки, либо вточные клинья, которые позволяют держать силуэт узким, но при этом при движении есть возможность широко шагнуть. Подготовлена организаторами и образовательная программа. В рамках слета деятелей искусства пройдут лектории музыкальная, вокальная, народная, композиторская и оркестровая академии, школы молодых журналистов и продюсеров. Фестиваль пройдет сразу на двух сочинских площадках в Зимнем театре и зале органной и камерной музыки.